Мы с Ирой приехали на дачу. Володя с гордостью показывает участок. Почему-то он сразу пришел к моему участку. Пусть пойдет на свой участок, покажет его. Сегодня очень холодно, я шучу, конечно. Приехали в эко-центр имени Гейдара Алеева. Сейчас пройдем в павильон и посмотрим дом орхидеи. Там очень красивый банкетный зал. А это сердце здорового человека. Сюда часто приезжают экскурсии, привозят детей. Мы не будем гулять по парку, потому что холодно. Мы сразу пройдем в павильон. Мы в павильоне эко-центра. В ковровом зале. Ставят станки для обучения детей. Здесь кружок. Насчитывает, по-моему, 20 человек. Несколько педагогов, которые обучают детей ковровому искусству, ковра от качества. Здесь имеется зал 3D. Сейчас, судя по звукам, идет какой-то увлекательный фильм. На станках прикреплены образцы, которым издается коврик. Смотрите, першагинский ковер шерстяной. Это новые ковры. Очень красивые. Да, новые ковры. И чистые шерсти. Вот эти, которые, вот эти вот здесь, которые я ищу, бахрома. Это чистые шерсти. А светлые, это уже из-за симуляции. А снова вот такая. А, понятно. А снова такой основа. Хлопчатый бумажный, да, основа? Понятно, понятно. Очень красивые. Спасибо. Это все-все новые. С нами пока сняли, но все новые. Понятно, понятно. Видите, как каждый, кто знает, он хочет поделиться своими знаниями. Кота, вот видите, это тоже ковер. Вот здесь стояли на подставках работы детей, художников. Их почему-то убрали. Да, жалко, нет работы. Мы сейчас находимся вот здесь, на самом мысе Абширонского полуострова. Вот Шахова коса. Гофсаны. Вот здесь мы счастливы. По периметру этого большого зала находятся разнообразные кружки и студии, где дети, без лежащих селений Артема, могут обучаться. Что это за кружок интересный? Ужок рукоделия, как я поняла. Мода студия. Это мода студия. Это мода студия. Здесь, в этой оранжереи, находятся маленькие островки, где ожидающие родители или посетители могут посидеть и отдохнуть. Каналы с водой. Но единственное, что мне хотелось бы, чтобы в этих каналах было движение. Вот это огромные листья бананов. Вода стоячая, поэтому... Нет, какое-то движение есть. Это здорово. Все растения живые. Кокелианы. Смножество маленьких корешков. Посмотрите. Сейчас мы Иру сфотографируем. Кстати, нужно было бы запустить десяток ожиренных попугаев. Или маленьких волнистых. Это было бы гениально. Какая польня. Селесные. Зайдем в следующий островок. Вон, как Алиана. Плитая рыбачка. Ух, какой гигантский банан. Посмотри. Как будто мы в каком-то юрском периоде. Вот шахматный класс. Сейчас он закрыт. Наверное, урок попозже будет. Ира очень хорошо знает название. Нет, я не очень хорошо знаю. Но, во всяком случае, вот этот прекрасный экземпляр называется Монстера. 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 А вот эти беленькие, как лилии? Ты знаешь, вот это антуриум, помню. Антуриум? Угу. Да. Антуриум. Пожалуйста. Это антуриум. Это у меня дома как-то стоит. Интересно. А вот это интереснее дерево? А это на фикус похож. Вот это? Да. Нет. Они как деревья на улице. Знаешь, какие растут? Серьезно? Они переплетаются. У фикуса же покрупнее листья. Прямо эта вот такая вот, как крыша над головой образовывающаяся. Потрясающая. Она с беседкой красивая. Банановые листья свешиваются, как мостики. Их прозрачной водой каналы. А вот уностранные языки с современнейшим оборудованием. Ой, смотри, смотри. Здесь очень красивая зона пикников, зона отдыха для детей, для взрослых. Красивые клубы. Тренажеры. Беседки со столами, стульями. Всё из чистого дерева. Где могут расположиться родители с завтраками для детей. Или сами сесть перекусить. А впереди находится небольшой зверинец. Конечно, тесновато там животным. В этом небольшом зверинце собраны представители пернатых, которые обитают в районах Азербайджана. В горах, в лесах. Конечно, хотелось бы, чтобы у них была более просторная территория. Тем более, место позволяет. Я уже высказывала свои пожелания в предыдущих видео. Посмотрим. Там лебеди чёрные и белые. Гуси. Вот здесь венциносные журавли. Уточки. Это, интересно, утки-мандаринки? Или это не утки-мандаринки? Вот такие красивые перламутровые. Какие-то гуси, красавцы. А вот тут серые. И венциносный журавлик. Павлинчик. Да, красавцы, да какие, смотри. А, у них там открыто, они могут выйти. Вот этот Валерчик может выйти. Вот это цесарочки. Это цесарки-медвизиры. Цесарки. Вот такие куриные. А тут что у нас? Банал-кракс. Тоже какие-то куриные такие интересные. Какие вот эти сам птички-петрыстринки. Вот это фаза. Красивый фаза. Вот этот вот так красивый. Красавцы. Цесарки. Конечно. Ну, для курочек, в принципе, очень красивые. Вот такой ряд клеточек, в которых... А, птицы, да? Да, только птицы здесь. Только птицы. Только птицы. Вот фазаны. Хохлатые куры. Смотрите, какие красивые. Ну, тут даже, видимо, не только наши. Вот эти другие. Вот красивый фазан. Такой красивый фазан. Какой золотой. Павлины. Меценосная журава. Красавчик. Меценосная журава. Вот сегодня, вот сейчас, конкретно, всю секунду. Холод, как зимой. Очень холодно. У всех были здоровые сердца, чтобы они были наполнены любовью, состраданием. Не было в них злобы. Ну, пока, друзья. Закончились дачные минутки. Володя показывает свое хозяйство. Ира бегала снять нашу опунцию. Вон она, около соседского забора. Растет, как сорняк. Из нее варят варенье. А кто сажал-то? Соседи сажают. У нас тоже было много. Вот на нашем переулке. Мы мало из нас поважаем. Тоже было много, но я ее все изрубила, потому что невозможно. Если там хоть... Ты хоть рядом прошел, и попали колючки, это все. А вот у вас еще растет. Спасибо.